Всем привет! С вами Денис Мейджор. Сегодня воскресенье и Супер Марио Мейкер. Питч Адвенчер Гумба Хиллз. Вот здесь вот. То есть я вот смотрю на этот уровень и прям вижу холмы Гумбы. Серьезно? Я не понял. Играем. Что было на этой неделе? Самое главное, наверное, событие, самое знаменательное, пожалуй. Это то, что моему блогу наконец исполнилось 40 тысяч зрителей. Ну не то, что это прям такая цифра, которая из серии 40 тысяч. Ну не 50, скоро будет 50. Вот там, конечно, повеселимся. Но тем не менее, 40 тысяч. Спасибо всем, кто со мной. Напишите мне, кстати, в комментах, со скольки подписчиков вы подписаны на мой блог. Да, вот так получается. То есть реально, сколько было подписчиков, когда вы пришли. Сейчас очень многие пишут, а я там с 5, а я там с 4, кто-то пишет с 10 тысяч. Вот, реально интересно, действительно, со скольки вы смотрите мой блог. Так что напишите в комментах, пожалуйста. И, значит, о том, что было на этой неделе еще из... А давайте, подождите, я понимаю, что у меня есть сюда, но я хочу посмотреть, что еще есть, куда еще могу пойти. А знаете, было бы прикольно выдать ключ и несколько дверей, чтобы было. И типа, в зависимости от того, куда ты пойдешь, там, ну, что-то разное, не знаю, как бы того. Так, понятно, это не то, это не то, здесь ничего не нужно. Хорошо, идем сюда. Вот, значит, на этой неделе я выложил сначала видос о вот этом скандале, связанном с игрой Metro Exodus. Точнее, с ее уходом из Steam. Нам быстро идти сюда, потому что там дверь, я запомнил это место. Да. Вот, и про это, значит, рассказал. Ну, свой взгляд на эту проблему, то есть, что, как мне кажется, проблема, в общем, высосана из пальца. Тем более, что речь о ПК, где изначально все, ну, как бы, имеются свои особенности, которые иногда достоинства, иногда и недостатки. Ну, может быть, как в данном случае. Хотя, в любом случае, мне кажется, это не такой большой повод, из какого именно магазина на ПК, из какого именно приложения на ПК качать другое приложение. Там сейчас, кстати, этот Epic Games Store, в который Metro переехал, они же, помимо того, что у них тоже сейчас региональные цены, хотя на Metro изначально была региональная цена, то есть, изначально была именно та цена, которая в Steam. Вот, они сейчас еще завезут, ну, завозят вообще региональные цены. Вот это, что некоторые жаловались, что привязка к онлайну, что, да, там без, ну, в оффлайне ты не запустишь магазин. А, я так и знал. Короче, тоже сейчас убирают, в общем, нормально все будет, мне кажется. Вот, второе видео было уже про, а кто... Отвлекся на камеру. Второе про актуальную тему, что многие спрашивают, про новые консоли. То есть, да, можно сказать, немножко кликбейтовый заголовок, потому что, по сути, новых консолей сейчас нет, деталей очень мало, но просто поскольку именно это люди ищут, да, то есть, люди ищут информацию по новым консолям, именно поэтому я так назвал видео, и, в общем, там практически в самом начале я говорю о том, что новые консоли будут не скоро. То есть, это 2020 год. Ну, просто меня реально очень много спрашивают. Денис, ну, стоит ли сейчас покупать или подождать, там? Короче, на все эти вопросы есть, там, ответы. И, разве что, действительно, мне вполне справедливо замечают, что, подожди, а вот, ну, идею с Nintendo Switch Mini, типа, получается, это же будет уже не Nintendo Switch, да? То есть, там же нельзя будет, ну, Switch вот это дело так будет. Вот эти вот, представляете же иконы, там все такое. Да! Я согласен, что, действительно, это странно, и мне изначально эта идея была странной, просто почему я вообще сказал, что, ну, не сразу сказал, что это какой-то фейк или что, потому что там есть какая-то утечка от Амазона, ее можно трактовать очень по-разному, но, как бы, утечка есть, и понятно, что может быть, что угодно все еще, то есть, нужно понимать, что есть Nintendo Switch, может быть, что угодно, в том числе ничего нового. Вот, но все-таки так. Ну и да, нового поколения Nintendo Switch в любом случае у нас не будет. Ну, или Nintendo, вообще, нинтендовских консолей, если и будет, то будет очень нескоро. То есть, это даже не 2020 год, а там... А, я, в принципе, так могу пройти. Давайте взорвем, просто неудобно как-то. Вот так вот все, пошли сюда. Подожди, 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 подожди. Интересно, что здесь. А, так я, собственно, сюда вот и пришел, как бы, да? А, почему это сделано так? Может быть, для сброса чего-то, например? Типа, вот для сброса вот этих платформ. Возможно. Ну, это легко, кстати. Еще, что будет у нас в ближайшее время. Во-первых, мне привезли, наконец, тот 65-дюймовый телевизор с 4К, HDR и все дела. За, там, он стоит, там, что-то свыше 100 тысяч рублей. Но мне его на тест привезли. Я просто сам думаю, покупать такой, не покупать. Но я-то не себе не 65 хочу поменьше. Не 55 достаточно. Но просто у них на тесте был только 65. Поэтому привезли его. Но заодно посмотрю, насколько размер там решает. Решает или не решает. Посмотрим. Как там HDR? Input lag. Вот это все, как мы любим. Так, давайте возьмем-ка топчик с этого флага. Вот. Так что по нему будет обзор не в ближайшую неделю. То есть, как минимум неделю у меня будет на тестировании. То есть, в лучшем случае он будет через неделю. А вот о том, что будет на следующей неделе, расскажу, когда буду проходить следующий уровень. Ну, тоже, наверное, разминочный специально для этого возьму. Идем дальше. Очень интригующее название, мимо которого я просто не мог пройти. И вот здесь, смотрите, у нас Cockery Forest. Маунт, это самая гора, как... Dead Mount. Ну, типа, гора смерти. Типа того. Озеро Хилия. Ганан. Хилия, Хулия, как это? Ну, в общем, озеро. Поняли, да? Откуда, собственно, название Хайрул. Озеро вот это. Хайлицы, народ. В общем, это все. Зельда, короче говоря. Зельда, пацаны. Что-то здесь не хватает. Да, Зора не хватает. Народа Зора не хватает явно. Ну, ладно, в описании. Вот. Так что, в принципе, в ближайшее время, что я еще планирую? Помните, я показывал... Это лес Cockery. Хорошо. Показывал такой клон Фомикома. С проводными геймпадами. Вот будет обзор вот этой вот фигуренки. Почему все игры по Зельде имеют схожий левел-дизайн? Или это один тоже чувак делал? В смысле, не игры, а уровни по Зельде. Помните, да? И в прошлый, и позапрошлый раз. Похожи прям были. Так вот. Да, подожди, подожди. Мне сюда... Смотри-ка, я это сделал. Юху. Так, хорошо. Это работает, это работает, сработало. Здесь мы уходим более простым способом. Ладно. Мне нравится такой левел-дизайн. Ну вот. Будет видео про этот клон Фомикома. Все расскажу. И про Input Lag сравню с NES Classic Mini. С NES Classic Mini. Вот. Это, надеюсь... Ну, в принципе, я уже отснял. То есть, там осталось доснять, демонтировать. Вот. Это будет, значит, на ближайшей вот этой вот ближайшей неделе. И еще хочу рассказать про парочку квестов для Nintendo Switch. Недавно вышли... Что делать? А, типа укрываться. Ну, знаете... Вот. Так что, кому интересны квесты на Nintendo Switch... Кто считает, что на Nintendo Switch нет квестов, welcome. На этой неделе я надеюсь выпустить этот видос. Ну, то есть, итого, два видоса, да? Как у меня традиционно, два видоса на неделе. И Super Mario Maker по воскресеньям. Так, все, что у нас? Дальше идем. Подожди, здесь я был, типа... На самом деле, прикольно продуман уровень, я вам скажу. Есть... Есть что-то прям вот такое. То есть, ты играешь и прям вот реально есть люди, которые понимают, шарят левел-дизайн. Ну, вот реально прям такое прям место было. То есть, они в левел-дизайне, может, и шарят, но... Я пропустил. Ладно. Но очень много... Денис, ты прикалываешься? Щас, 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 щас. Я что-то это... Туплю. Щас, все, сюда. Наверное, не проснулся еще, да, Денис? Все-таки она меня достала. Смотри, уберем. Так, ждем. Давай, трамвай, уезжай. Огненный трамвай. Пробежал бы уже 10 раз. Серьезно. Давай-давай-давай-давай. Так, видите, я так и знал, что нужно вверх идти. Что они... В разной фазе. Как ставить эти штуки, чтобы они в разную фазу угорели? Совсем офигели, что ли? Ой. Надо не расслабляться. Ожас. Не так же сложно это было, правда. Конечно, босс баттла здесь... Так себе. Бем. Взрывайся. Идем дальше. Ну, в смысле, по уровню пока. Так. Это у нас якобы озеро. Ну, тут, конечно, уже халтурка. Уже могли бы, не знаю, подводный уровень... Ты ж посмотри, а. А если во всех... Вот так. Это они типа пла... Ой, слушайте, а если я вот эту штуку попробую убить... А, хорошо, ладно. Просто этот хвостик меня беспокоил. Не оказалось бы, что оно... Просто странно. Я же их всех убить могу. Мне кажется, было бы прикольно, если бы я их не мог убить. Там это были шипастые какие-нибудь. Вот такие-то... Эй! Быстрее, быстрее. Аааа... Хорошо. Так. Ладно. Дайте мне снова костюм Линка. Костюм героя. Ага, ага. Сюда идем. Немножко замешкался. Смотрите, маятник. Сейчас будем от этого маятника по сути. Давай, иди сюда. Уиии Нинтендо Уиии И снова Уиии И уии Ну вы поняли Давай сюда иди уже быстрее Там вот эта штука, вот эта наверху Которая, ну нельзя что ли долго что-то Ну легко же Предыдущий вариант был еще сложнее Даже Так, все, идем сюда Даже самый первый вариант, мне кажется, был сложнее Короче, боссы здесь Не очень Осторожно Ай Уии Тут люди мне тоже говорят Вот типа сел поиграть в Акарину на эмуляторе Например, в Акарину, в Мажорус Маск То есть я всем сразу говорю Хотите поиграть Ой, елки-палки, да, это нехорошо получилось Хотите поиграть в Акарину Ну или в Маску Мажора на эмуляторе Играйте в 3DS версию На эмуляторе Цитра Потому что Во-первых, на Нинтендо 64 эти игры работали В 20 кадров в секунду Во-вторых, конечно, графон староват В-третьих, что может быть даже наиболее важно Если вам на все остальное наплевать Это Геймпад То есть геймпад от Нинтендо 64 Это, ну, блин, серьезно, чуваки Это, в общем Нет, просто ладно Сам геймпад еще хорошо Если бы у вас был геймпад А вы там, может, на Алиэкспрессе там USB купили Если просто вы пытаетесь играть в игры Нинтендо 64 на обычном геймпаде А, зачем я так сделал? Зря так сделал Вот, там на клавиатуре Или там на обычном геймпаде Ну, то есть реально Это просто Неудобно То есть это просто капец Так Настроить вот это управление Поэтому я говорю 3DS И, в принципе, нормально Тем более, что И маска-мажоры И окарин офф тайм Эмулятори цитра Идут хорошо Графон там лучше Если у вас там мощный комп Вы можете там разогнать Еще, ну, графику там 1600 на 900 сделать, например И вообще красивенько будет То есть прям так Как будто Ну, не в современную игрушку Но Близко к тому Современную игрушку Вы играете Реально приятно играть Хорошие игры Залатаны определенные проблемы Типа водного Этого Водного замка Как водного подземелья Водное подземелье Да Идем дальше Уровень Липен Ледженд Вообще непонятно Ааа Это еще и спидран Хорошо Ай Ладно Что-то похожее Мы когда-то играли Но не совсем такое Да я что С первого раза пройду Нет Нет Вот не надо было Говорить, что С первого раза пройду Да Все Серьезно играем Потому что уровень То вроде легкий Пиу 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 Ай Интересно Насколько я на этом Задержался Вот Видите, как плохо что я там задержался то есть как бы уровень то короткий легкий но задерживаться нельзя нигде вообще не на долю секунды и 100 пудов будет конечно опять какой-нибудь рекорд который поставит куинти зят просто потому что у них там есть может до сих пор там ток 50 60 герц на что влияет бы не смешно и вот тут мы прыгаем и 1 секунда осталось ну не секунду но вы поняли смотрим смотрим рейтинг не время не рейтинг смысле время рекорды кто-то поставил рекорд почти уверен вот кто-то кого-то не знаю геймпады может быть более нет смотри опа но у меня есть подозрение что здесь нельзя просто по-другому то есть мне кажется у всех будет такое время если смотрите вы выложит же опять у нас человек коды в комментариях под видео коды всех уровней зайдите на этот уровень пройдите он легкий реально то есть ну сколько я просто там пару раз не там прыгнул так легкий уровень и вот сколько у вас времени будет просто реально интересно либо я рекорд поставил ну просто здесь мне кажется меньше больше уже нельзя то есть просто уровень полностью рассчитан то есть нигде нельзя там не задержаться не как-то быстрее ускориться идем дальше супер метроид кейф смотрите здесь вообще уровень похож реально на супер метро сейчас видите чувак который поставил рекорд похож на меня ну вот этот редроп да у него конечно в более старый вытянутый лицо какое-то так это мы пройти не можем значит идем налево вообще там налево нужно в оригинальном супер метроиде это типа дверь которая открывается выстрелом я уже не помню где там должен был быть чекпоинт мне вроде как сейчас наверно даже и не нужен просто смысл брать сейчас чекпоинт если только на уровень пришел а я уже запутался подожди это разве не самое начало этот корабль нет нет это типа чтобы назад мог пойти вот здесь я беру а да 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 вот здесь я беру собственно вот этот предмет ну шарик супер метроиде здесь мне просто как бы не шарик не нужен хотя нарисован да и вот обратно здесь пробегая кто не играл супер метроид поиграть похоже похоже здесь мы просто ищем монетки на самом деле не сильно метроидный опыт именно с точки зрения геймплея разве что напротив из другой подход вместо того что вместо того чтобы геймплей напоминал метроид здесь сам уровень напоминает уровень из метроида ну что ж такой подход тоже имеет право на существование все идем обратно вот эти пропадают почему-то странно то есть мне нужно собрать еще две монетки видимо здесь где-то будет кнопка п и когда возьму кнопку п вот чекпоинт у нас для просто того чтобы а это этот нарфейр или как он там забываю серебро нижний где лава там вот это все уже даже и не кейв как бы давайте дернем чекпоинт у нас осталась одна монетка после чем пойдем налево так что ж ты как я вообще выжил ладно ой давай давайте мне жизни которыми не нужны так слышь мелкий может не драться здесь бы конечно лучше бы сделали чтобы надо было с ним драться а так толку мне с ним драться в общем никакого абсолютно не успел вот прыжками да короче самое одно из самых сложных вещей в марио ну для меня во всяком случае личного ты прыгаешь и прыгнуть второй раз как только-то приземлился вот потому что на этом основаны очень многие спидранерские техники в частности для прохождения оригинального супер марио брос там когда например на флаг прыгаешь то есть ты вот по этой лестнице взбираешься да и потом прыгнуть четко на флаг сразу чтобы не тратить там не миллисекунды на это вот реально вот это для меня сложно приземлиться и тут же ударить снова так здесь я уже понимаю что тут лежит хотя сейчас практически так делал но все равно мне кажется задержка по ее вы елки-палки так отдали бы мне что ли так хорошо мне пожалуйста костюм ой елки-палки мне костюм метроида ну смысле самус вот он метроида знаете да что метроид это не самус который главный герой не метроид вот это вот это не метроид это самус она женщина и а метроида это космические паразиты зачем здесь два же рядом прям стоят там стоит кусок ай я умер а я стоит стоит теперь я марио ну да это счет напоминает да это прям вообще прям вот но как него попасть то ну конечно и сейчас вот прыгать туда-сюда могли бы как-то сделать чтобы я отсюда стрелял что ли да что ж такое не а может как то все таки можно отсюда все все я так и знал вот я так и знал потому что вот из-за этой механики вот так 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 вот как бы мне здесь вот так вот серьезно ну блин ну это не к уровню хотя к уровню тоже могли бы учитывая это что это вообще вот за конструкция абстрактная идем дальше sonic boss rush посмотрим по какой часть а собственно дача и спрашивает естественно по первой мы проходили уже какие-то больше раз и по сонику но вот именно такого босс раша я не помню и еще и не sonic больше так это типа поняли да кстати есть что-то в этом да да именно в такой вот схеме это зачем я просто взрывается думка бы зачем-то нужно это чтобы я не переставал быть соником так по моему там немножко не так было дайте я не хочу переставать быть соником и везде будет конечно же у нас слушать анимана и все равно никуда улететь не могу ладно но вот ладно вот этот момент покоряет вот именно вот с этим вот взрыванием то хорошо до третий уровень я уже практически помню где кнопка п а сейчас будет вот да 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 хорошо идея понятно но как бы на этом видимо и все но как-то да идея понятно но немножко можно было лучше и изящнее с камиком там я не знаю как опять же не обязательно имя три удара носить может нам выжить а да 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 это где уже за этим нужно гнаться ай сейчас да но ай ужас хорошо что еще не дали возможность еще побыть соником а хорошо ладно чекпоинт point ух хотя по моему это сейчас будет второй босс до перемотаю тогда так будем просто аккуратно идти вот вообще не лезть на рожон ай хорошо что будешь делать не лезть на рожон да 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 не лезем на рожон вообще ни разу не лезем на рожон что ж ты будешь делать сейчас не лезем на рожон а типа и все ну так даже как то знаете ли это самое маловато маловато говорю а ну вот как бы у нас да хорошо то шо шо будешь делать хорошо чекпоинт прям в этой комнате первый раз вижу чтоб чекпоинт был в комнате с боссом потому что вот эти вот летают это сложнее чем соники именно того что эти штуки дайте мне ему то зачем они еще и прыгать тут будут что ли зашибись что за цирк дурацкий я так свали она же по нему тоже может попасть смотрите и так мне бы теперь а я чуть да дайте мне на всякий случай гриб мало ли что там случится конец должен быть по идее ох стоит ждать зачем чего ай понятно плохо я знаю концовку соника так и чё ай что вроде как мне нужно выжить но это как-то сложно учитывая обстоятельства как даешь просто постоянно умираю мне здесь пятца негде ах вот как ну серьезно кто это придумал этот уровень тупой это и смотрите я не могу никуда сбежать от этого места да мне все равно приходится здесь выживать постоянно просто собирая грибы пока на меня не упадет так хорошо сейчас допустим так дайте мне еще один дайте мне этот я пока не знаю точно его надо убивать хотя бы и что да все убил хорошо ладно сюда куда-то может туда наверх нет сюда видимо ужас там снизу можно лучше это взять все конец нету реально тут можно понять последний босс ну это просто даже не интересно то есть ты просто уворачиваешься причем уворачиваешься как не так что ты уворачиваешься так чтобы не получить урона при не очень удачном стечении обстоятельств ты получаешь урон постоянно твоя задача просто собирать грибы которые превращаете обратно в соника чтобы не умереть это отстой я бы дизлайкнул этот уровень идем дальше значит вот что написали уровень где надо точно прыгать по падающим платформам на летающей пружины знаю что такое бесит конечно тоже действие разворачивается в подземной пещере с кучей шипов есть два контрольных флага ну то есть чекпоинтом контрольных флага в принципе да контрольные флаги что они контролируют зачем мне это было поняли лучше бы здесь был какой-нибудь на самом деле амиба амиба чтобы я тоже все еще оставался маленьким то что я уже сто раз говорил что удобнее прыгать когда ты маленький меньше занимаешь место так так ой а я же улечу теперь и вот мы прыгаем на эту штуку и вот с этой сюда логично вот и контрольный флаг мы превращаемся большому марио стоит колесо которое не позволяет нам пройти пока мы все еще большой марио мы прыгаем по платформам ляляляляляляляля так 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 и снова это и заходим сюда отлично снова контрольный флаг контрольный флаг А-а-а, чуть-чуть рано, самоуверенно немножко Вообще, а, вот как оно сделано, слушайте, это прикольно Вообще, да, слушайте, вот иногда, когда ты играешь, нужно, наоборот, быть спокойным Таким прям спокойным Но при этом все равно, когда ты спокойный и при этом еще и самоуверенный, это плохо Все? Это все? Вот это все? У этого уровня, знаете, сколько? Меньше 5% прохождения Остальные люди, наверное, играют в Детройт Не, я не слушаю пиоди Так, хорошо Давайте Что у нас здесь будет, бум? У нас были похожие уровни, где было бум А, стой Видимо, бум надо было сделать здесь, что ли, или что? Я пока не понял А-а-а, надо было точно попасть, может быть Вот прям вот Вот сюда вот Смотрите Так Вот Вот так надо было сделать Ага Био Хорошо Стой Подожди Надо было прыгать Так Так, сейчас попробуем Вдруг нам не нужны еще и розовые монетки Так, в принципе Бе, это забавно сделано Так 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 И все То есть И у тебя нет возможности Другую, может, не другую бомбу Нет Так Прыгать надо было раньше Так То что, что дурацкая бомба Неудобно Так Так Хорошо А что мне здесь Монетка Монетка Ну, я решил, что я не собираю Да, розовые монетки В принципе, мне уже без разницы Это вот демонстрация Смотрите Бум Что бомба взрывается от лавы То есть Можно на мне не париться Не знаю Может, вы, конечно, об этом знали Но я лично об этом не знал Здесь, видимо, чекпоинт Да Чекпоинт И из этой же трубы Я и вылажу А это, наконец-то, кнопка перезапуска Ой А Так, минуточку Хорошо, и как? Так, стойте Я, кажется, понял Мне нужно взять вот эту бомбу И швырнуть ее просто подальше Вот отсюда Это же тоже место Да не в эту сторону, Марио В другую сторону надо бросить Вот вправо Берем так Нет Но перезапуск работает Так, подожди А что если Нет А что если вот так Как-то Нет А что если ее вверх бросить Вот вверх вот так вот Ой Подожди Подожди, а что если его бросить по диагонали Нет, по диагонали ее нельзя бросить Ладно, все, берем бомбу Все, серьезно Берем бомбу Кидаем Прыгаем на нее Нет, такой метод не работает Хорошо Хорошо, а что если брошу бомбу сюда Уйду Вернусь И ее не будет Вот что можно сделать Ща, смотрите-ка Ну-ка Ща Не очень далеко Мне тут глупая мысль в голову пришла Что если изначально так и нужно было делать Ага Я понял, что нужно делать Я понял, что нужно делать Смотрите, что нужно делать Это сложно Но мы сейчас это сделаем Так Нет Не надо сюда заходить Вот что Так Поняли? Поняли? Вот что нужно делать Жесть Так Я это сделал Я это сделал Не бывает такого Вы че? Так Нет Нет Мне нужно срочно научиться ругаться Как Томаска из Crash Bandicoot Потому что это цензурно И ругательно Так Уже второй раз Уже напоминает систему Так Ага Е Я не взял бонус Я не взял бонус Но я прошел этот уровень Я понимаю, почему на самом деле Низкий процент прохождения В принципе, не так сложный уровень Не так сложно даже сделать ту фишку Которую я в конце делал Сложно понять, что это работает Ну то есть Как бы Первым делом это в голову не приходит Знаете, если бы там Z был нарисован Как-то Может там где-то было Просто, наверное, уровень предполагал Что я изначально так делаю Наверное, изначально так и нужно было делать Просто прыгать Я брал ее в руки И толкал вперед Вот в общем была фишка А можно было вот так Но все равно прикольный уровень, да? Ну и закончим автоматическим уровнем В графике Super Mario World Раз уж мы как раз играли до этого Тут у нас очередная дичь на одном экране Ха-ха Кип B Нажимать B Жмем B Вот Мы видели похожий уровень Но не такой же Но самое интересное Что они похожи Реально похожи Можно даже спутать Но это был не он В всяком случае Мне не стоит Пометка, что я его прошел Потому что там стоит Пометка Но очередная дичь Ну, в принципе, эти одноэкранные Конечно, они прикольные Хотя, наверное, мне кажется Они более прикольные Самому Тому, кто это делал Этот уровень Потому что так Хочется понаблюдать Наверное, на большую динамику Так что Уже в следующий раз Мы будем смотреть В любом случае Более динамичный Автоматический уровень Под конец Но на этом На сегодня заканчиваем Я напоминаю, что каждое воскресенье Снимаю Super Mario Maker А в остальное время На этом канале Выходят различные обзоры Инструкции Первые взгляды Мысли Лайфхаки Все проще Так что обязательно Подписывайтесь на этот канал Чтобы не пропускать Все эти интересные видео Об играх и игровых консолях Ставьте лайк Если вам понравилось И спасибо всем Кто поддерживает меня на Патреоне Вы помогаете этому каналу Становиться лучше И благодарю за просмотр До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok